привет всем меня зовут светлана кто еще не знает я проживаю в штате джорджия в сша прилетела я сюда по визе к 1 виза невесты и живу здесь совсем недавно вот уже 7 месяцев сегодня я хочу рассказать вам немножко о том как я сюда прилетела немножко о перелете и что необходимо взять с собой сюда из украины значит летела я в период пандемии в принципе как и сейчас до сих пор этот период пандемии летела я через турцию то есть киев стамбул стамбул атланта вот так я летела шенгенская зона была закрыта через европу лететь не могла потому как нужно было проходить двухнедельный карантин после прилета или же вообще не пускали в страну то есть были большие риски поэтому период такой лететь можно было только через турцию через турцию лететь дольше летела я где-то около 12 часов но зато безопаснее перед тем как лететь обязательно нужно сделать тест на коронавирус делать его нужно за 72 часа до полета сделала я его в киеве в клинике синева сделала я его сегодня завтра он был уже готов вот так я его сделала на следующий день забрала а на следующий день утром у меня уже был рейс вот так значит стоило это где-то 990 гривен по моему тысяча гривен будем так считать 1000 гривен на человека стоит тест ребенок это или взрослый не имеет значения значит вылетела я в 10 утра из киева стамбул я прилетела в стамбул и у меня было ровно три часа попить кофе покушать погулять найти свой рейс и ждать следующего рейса значит что хочу еще рассказать в стамбуле в аэропорту я не была ни разу я заблудилась в аэропорту в стамбуле это двухэтажный огромный аэропорт в общем мне разбежались глаза я совершенно не знала куда идти где искать свой рейс и слава богу в стамбуле много русских я увидела одну пару они стали разговаривали на русском языке я подошла к ним спросила как найти свой рейс вот у меня рейс номер такой-то куда мне идти подскажите мне в общем они мне подсказали в какую сторону нужно идти где найти это все терминал этот терминал d как сейчас помню в общем я нашла подхожу туда там огромная огромная очередь так что обязательно нужно подойти к своему терминалу заранее за час за полтора долго не гулять по аэропорту потому что огромная очередь на проверку документов пока у меня проверили документы потом вас проверяют всю снова до головы и до пяток до волос полностью всю на наличие всяких вредных веществ вот спросили у меня паспорт и документы на визу если у вас папка на визу к 1 да конечно сказала есть у меня есть тест проверили ну в общем все документы должны быть при вас ни в коем случае не в чемодане они должны быть при вас каком-то рюкзачке в сумке с собой потому что в турции их тоже будут проверять вот но усилия мы взяли ожидания и ждали нашего самолета затем сельма в самолет и вот уже летим мы в атланту если вы не знаете то атланта это столица джорджия это самый большой город и там тоже огромный при огромный аэропорт прилетели мы в атланту в пол девятого вечера вы уже темно все в огнях приземлялись мы это была безумная красота вся атланта светилась огнями вот приземлились мы и что же дальше куда идти что делать в общем пошла я за всей толпой куда люди идут туда я иду за людьми пришли мы в огромный в огромный зал и там такие кабинки с офицерами в них сидят офицеры миграционные я подхожу меня спрашивают здравствуйте по какой визе вы прилетели я говорю по визе к 1 к своему жениху как его зовут я сказала как его зовут как вас зовут я сказал как меня зовут в общем я дадут вам несколько вопросов затем подошла ко мне женщина офицеры сказала пройдемте со мной посадили меня на кресло в зале ожидания я сидела пока они проверяли мои документы вот эту всю папку с документами которую вы везете где все ваши документы которые вы брали с собой на интервью вот это вся папка они ее забирают проверяют посидела я ровно минут 10-15 мы успели перекусить там попить водички с ребенком и все мне принесли эту папку назад и сказали счастливого пути вы можете забрать свой чемодан и идти дальше самая самый долгий процесс был это найти свой чемодан было безумно много багажа много людей и мы очень долго не могли найти свой чемодан в общем на это мы потратили около часа наверное забрали свой чемодан идем мы по этому аэропорту с моей дочкой и вдруг нас останавливает женщина офицер и говорит а вы знаете что нельзя провозить еду говорю да конечно я знаю все правила хорошо у вас точно нет продуктов говорю точно нет продуктов ну тогда идите дальше и пришли мы в сам аэропорт в зал ожидания и там меня встретил мой жених было конечно все слезно счастливо как говорится обнимались целовались долго не виделись все хорошо и поехали мы в гостиницу потому как было уже поздно уже было около десяти вечера муж снял гостиницу рядом в десяти минутах езды от аэропорта и мы прекрасно переночевали в хороших условиях в шикарном отеле он конечно очень хорошо постарался снял на гостиницу с видом на атланту на одиннадцатом этаже полностью витражные окна это была романтика очень было красиво отель был шикарный в общем встретил он нас как принцессы королев в следующем видео я расскажу что мы посетили в городе атланте и что я советую посмотреть если кто-то из вас прилетит в атланту обязательно побывайте в этих местах если будет такая возможность в атланте мы остановились на три дня специально чтобы побывать на экскурсиях посмотреть этот город вот и через три дня мы сели в машину в нашу и поехали к нам домой что я взяла с собой из Украины в Америку во-первых я взяла шоколад наш Рошен в Киеве я зашла в большой магазин Рошен купила там много-много шоколада батончиков это чисто на подарки моим родственникам американским взяла бутылочку венца наше вино каковское по-моему вино Кагор бутылку вина взяла я взяла есть такая на Украине фирма натуральная косметика Яка называется там я заказала всевозможные крема очень хорошие крема они там крема с добавлением черной красной икры там такие очень интересная косметика в общем я набрала чисто на сувенирчики по шоколадке по крему маме сестре они были безумно рады что я привезла подарки привезла магнитики в общем какие сувениры брать шоколад наш очень вкусный они его любят вино может быть косметику может быть какие-то магнитики а еще привезла ручки детям такие ручки с фонариком и с лазарем такие ручки интересные в общем дети тут были без ума лазер светит фонарик горит короче для американцев это оказалось вообще что-то с чем-то вот что еще обязательно нужно взять с собой таблетки наши таблетки что самое необходимое конечно же это мизин для хорошего переваривания любые таблетки мизин там фистал все для желудка потому что вам придется привыкать к новой пище новая вода новое питание все жирное жареное все другое поэтому берите обязательно таблетки для желудка чем больше тем лучше и от отравления тоже возьмите на всякий случай вот я пожалела что я мало взяла мизин я выпила сразу в первую же неделю потому что я не могла питаться их едой все жареное жирное все на гриле вот этот вот короче не буду вам сильно конечно говорить плохо о американской еде но к ней нужно привыкнуть вот мизин потом обязательно цитрамон от головы возьмите уголь обязательно и еще с чем я здесь столкнулась у моего мужа очень сильно болел зуб у него была очень резкая зубная боль и бупрофен американский ему не помог то есть обезболивающее американское не дало никаких результатов американское обезболивающее ему не помогло поэтому возьмите обязательно кетанол или что-нибудь такое хорошее обезболивающее возьмите антибиотики какие-нибудь потому что здесь с этим тяжело только по рецепту врача и только в экстренных случаях вам выпишут антибиотик то есть если вам будет сильно плохо вам могут вообще не выписать антибиотик и вы будете тут умирать поэтому лучше его взять с собой на всякий случай вот естественно взяла жаропонижающие что еще вот я вам перечислю от желудка все что только можете взять везите сюда с собой от отравления от головы антибиотики вот что у вас собьется здесь в первую очередь это режим дня потому как разные часовые пояса у нас день здесь ночь здесь ночь у нас день и поэтому я две недели здесь не спала ночами вообще я не взяла никакое снотворное с собой очень-очень сильно пожалела я ходила как мумия постоянно сонная постоянно с больной головой в общем что-нибудь для сна нужно взять обязательно вот не берите пожалуйста жаропонижающие наверное я так думаю и таблетки от горла это все можно купить в обычном магазине в продуктовом валмар там есть такая аптека небольшая любые витамины и такое самое элементарное лекарство вы можете здесь купить советую вам взять с собой пачку кофе или какой-нибудь кофе хотя бы на первое время кофе здесь в Америке нормальный кофе вы не найдете нигде только старбакс в моем городе где я живу я живу в маленьком городке здесь нет старбакса я очень долго страдала без хорошего кофе и муж мне купил кофе машину купил кофе машину но все равно мне пришлось долго привыкать к этому кофе но не такой он вкусный какой нюанс не такой все равно где бы я не покупала я пила в старбаксе и везде я не знаю кофе мне совершенно здесь не нравится поэтому можно взять ничего страшного только ложите все это в чемодан в багаж с собой конечно в сумке вы не везите насчет вещей вещей можно очень много не брать только самое необходимое насчет вещей здесь вообще не нужно париться потому что вещи тут дешевые очень большие распродажи магазины распродажи брендовых вещей тут везде в каждом городе практически есть в валмарте это обычный продуктовый супермаркет есть вещи там вообще все дешевка 15-10 долларов кофточки штаники и так далее это если уж вообще у вас лимит как говорится жесткая экономия вот с вещами тут можно вообще не заморачиваться я привезла очень много вещей половина из них висит я вообще ни разу не одела за последние 7 месяцев очень многие вещи потому как здесь очень много купила себе вещей уже новых хороших вещей вот значит в моем городе живет девочка из Украины она живет здесь 20 лет и у нее есть дочка дочке 13 лет и она мне отдала огромных два мешка вещей хороших там половина вещей с бирками и у меня ребенок одет на целый год вперед а то и больше и плюс мы еще и купили новых вещей поэтому детская тут тоже детская вообще здесь дешевая мы набрали моему ребенку по 5 по 6 долларов лосины кофточки футболочки здесь это все доступно и дешево поэтому вещей с собой много не везите особенно если вы едете в теплый штаб если вы не едете в зиму куда нужно везти курточки сапоги то конечно там будет потруднее посложнее а я приехала в теплый штат и здесь практически нет зимы я живу в штате Джорджия поэтому мне вообще не нужно было везти ничего такого супер большого теплого я взяла с собой единственную курточку и ботинки в том в чем я сюда приехала потому как я прилетела в начале марта вот было у нас холодно еще у нас снег лежал сюда прилетела и мы на следующий день пошли гулять по Атланте в футболках вот так вот я сняла все куртки ботинки все сняла переоделась в летнюю одежду и мы пошли гулять так если вы слышите какой-нибудь шум это рычит моя собака это ничего страшного собака всегда рядом со мной и она лежит рядом и порыкивает она лежит рядом и храпит не обращайте внимания задавайте вопросы что еще вас интересует я все расскажу не знаю что еще вам такое рассказать ну а сейчас всем пока подписывайтесь на канал следующее видео будет тоже очень интересным и познавательным все пока пока